МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОГОРАДА У ПЕРШИМ ПАУГОДЗИ СЕРОД ПРАБЛЕМНЫХ МОМОНТАУ НЕ ВЫКОНАННИЕ ПАКАШЧЫКА ПА ЭКСПАРТІ ТАВАРУ ПРЫВАТНЫМИ ПРАДПРЫЕМСТВАМИ И МЕНШ ЗНАЧНЫЕ, ЧЫМ ПРАДУГЛЕДЖВАЛАСЯ ТЕМПЫ РОЗНІЧНОГА ТАВАРААБАРОТУ У ВОСІМ РАЗОМ МЕНШ ЧЫМ ПЛАНАВАЛАСЯ У ЭКСПЛАТАЦИЮ УВЕДЗИНА ГАНДЛЮВЫХ ПЛОШЧАУ А ПРАЧА ТАГО НА СЯМИ ПРАДПРЫЕМСТВАХ АБЛАСНОГА ЦЕНТРА АЗНАЧНЫ БОЛЬШЯК ЧЕТРОХ МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС ГАТОВАЙ ПРАДУКЦИИ РАЗАМ СТЫМ ТАКУЮ СИТУАЦЮ У ЭКОНОМИЦЫ ГОМЕЛЯ ТЯПЕР УЖО НЕЛЬГА ЛЮЧИЦ ТЫПОВАЙ У ПРАВНАННИЕ С ПАЧАТКОМ ГОДА ЭКОНОМИЧНАЯ СИТУАЦИЯ У ГОРАДІ ЗНАЧНО ПАЛЕПШИЛАСЯ ПРЫЧИМ ЙОСЬ ПАДСТАВЫ МЕРКАВАЦЬ ЧТО ГЭТАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЗАХАВАЯЦЯ И У ДАЛЕЙШИМ ГАВАРЯ ОБ ИТОГАХ ПОЛУГОДІЯ МЫ МОЖЕМ ГАВАРИТЬ, ЧТО В ЭКОНОМИКЕ ГОРАДА НАМЕТИЛИС ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБОБЁМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ТО ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ХОТЯ И НЕ ДОСТИГ ПОКА УРОВНЯ ПРОШЛОГОГОДА НО ТЕМ НЕМЕНЕ К НАЧАЛУ ГОДА ПРИРОС НА 15 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА ТО ЖЕ САМОЕ МОЖНО СКАЗАТЬ ПРО ЗАПАСЫ ЗАПАСЫ У НАС СНИЖАЮТСЯ ПРИЧЕМ СНИЖАЮТСЯ СУЩЕСТВЕННО И ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ВСЕХ ФОРУМ СОБСТВЕННОСТИ СОКРАЩАЕЦЕ КАЛИЧЕСТВО УБЫТАЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА НАЧАЛО ГОДА ИХ КАЛИЧЕСТВО БЫЛО ВОСЕМДЕСЯТЬ ЧЕТЫ СЕЙЧАС МЫ ПОЛУГОДИЯ ЗАКРЫЛИ ВОПИЯСЯТЬ АДНО ОТБЫЛАСЯ АКЦИЯ ВЫРАТУЮМ ОТ СПЁКИ ЕЁ ПРОВЕЛИ ВОЛОНТЕРЫ ОБЛАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКАГО ТОВАРЫСТВА ЧЕРВОНОГО КРЫЖА ИНИЦИАТЫВНЫЕ ГРУПЫ ПРОТЯГВАЮТ СБОР ПОДПИСОВ У ПОТРЫМКУ КАНДЫДАТОВ НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА КРАИНЫ ПРАЦЕВАЦЬ ПОДПЯКУЧИМ СОНЦЕМ НА ПРОТЯГУ ДНЯ НЕ ПРОСТА СЁНЯ ЗА НЕКЛЬКИХ АДЗИН ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ У РОЗНЫХ КУТКАХ ГОРОДА БЫЛО РАЗДАДЗИНО КОЛЯ СТА ЛИТРА У ВОДЫ ПОСИБО ВОЛОНТЕЧКО И ОТ ЖАРЫ НЕ ПОЛЫТЕ ВООБРА ПОСИБО ВООМ ОЧЕНЬ ПРОЗНАТЕЛЬНО ПОСИБО ВЫ ОЧЕНЬ ДОБРЫ ПРОВЕДЕНИЕ ПОДОБНЫХ ДОБРОЧЕННЫХ АКЦИЙ ДЛЯ ГОМЕЛЬЩЩИНЫ СТАЛА ДОБРОЙ ТРАДЫЦЕЙ З МОМОНТУ УСТАНАВЛЕНИЯ СПЯКОТЫ ВОЛОНТЕРЫ ЧЕРВОНОГО КРЫЖА РАЗМ С ПРОДСТАВНИКАМИ ИНШИХ РОГАНИЗАЦИЙ ВЫЖАЛИ ПОДТРЫМАТЬ КОМБАЙНЕРОВ, ВОДИТЕЛЯВ, АУТОТРАНСПОРТУ, А ЗАРАЗ УДЕЛЬНИКОВ ПИКЕТОВ КОЛИ СПЯКОТО В РОГИЁНЕ ЗАХОВАЦЯ И ДОЛЕЙ, ПОДОБНЫЕ АКЦИИ БУДУТЬ ПРОТЯГВАТСЯ ДА РЕЧИ ПОДЧАСЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЛОНТЕРЫ НЕ ТОЛЬКИ РАЗДАЮТЬ ЛЮДЕМ ПЯТНУЮ ВОДУ, АЛИ ДАЮТЕМ СЛОШНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА КОНТ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛО У ПОВОДИНОВ И МЕРАХ ОСОБИСТОЙ БЕСПЕКИ И УСПЯКОТНОЕ НА ДВОРЬЯ. В ТАКУЮ ЖАРКУЮ ПОГОДУ НУЖНО КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ЖИДКОСТИ, ПИТЬ ПИТИВУЮ ВОДУ, НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЯ, ТАК КАК ТОЖЕ ОН ВЛИЯЕТ НА ОРГАНИЗМ ОЧЕНЬ НЕГАТИВНО. В ЧАСЫ АКТІВНОГО СОЛНЦЕ З 12 ДО 16 КАК МОЖНО МЕНЬШЕ БЫТЬ ПАД ОТКРЫТЫМ СОЛНЦЕМ, НОСІТЬ ЗАКРЫТУЮ ОДЕЖДУ, МОЖТ БЫТЬ НА ГОЛОВУ ТОЖЕ КАКОЙ-ТА ГОЛОВНОЙ УБОР, ЧТОБЫ БЫЛА ЗАКРЫТА ГОЛОВА. Амаль 800 ТЫСІЩ ТОН ЗБОЖА НОВА ГАУРАДЖАЮ, ВЫННИК ПРАЦА АГРАРЫ У ГОМЕЛЬЩЩИНЫ НА СЁНЕШНЮ РАНІЦЮ, УБРАНА УЖО 90 ПРАЦЕНТА У ПЛОЩЁЛ. УТРЫМЛЮВАЦЬ ТАКЄ ВЫСОКЄ ТЕМПЫ КАМБАЙНЕРАМ ДОПАМАГАЯ У ТЫМЛІКУ НОЧНАЯ УБОРКА. ПРА ТОЕ, ЯК ПРАЦУЦЮЦ У ПАЛЯХ У НАЧЫ, РАСКАЖЕ МАКСИМ САВИН. ВЫЕСТ НА ПОЛЕ И ОСАБИСТЫ КОНТРОЛЬ ЗА ХОДЫМ УБОРКИ ДЛЯ ДЫРЕКТАРА АГРАКОМБИНАТА ХОЛМІЧ СТАЛЮ УЖО НОРМАЙ. НЕ ГЛЕДЯЦЩИ НА ТОЕ, ЧТО СОНЦЕ СХАВАЛАСЯ ЗА ГОРЫЗОНТ, ВАСИЛЬ ЮШКЕВИЧ ВЕДАЯ. КОМБАЙНЫ ЗАСТАНУЦЄ НА ПОЛЯХ. ЗАРАЗ ДОРОГАЯ КОЖНАЯ ХВИЛИНА. НИКОЛАЙ ИВАНОЧ, ЗЕРНО ГОТОВО, НАДА ОЧЕНЬ БЫСТРО УБРАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОБЕШАЮ ДОЖДЮ, ПАРУ ДНЕЙ НАДА ЭТО ВСЁ ЗАКОНЧИТЬ НАМ. ВСЁ ТА, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПРЫШЛОСЬ СУШИТЬ. У ГЭТОЙ ГОСПАДАРЦЫ ЗАСТАЛОСЯ УБРАТЬ 10 ПРАЦЕНТАУ ПЛОЩЩАУ. ДА И У ЦЕЛЫМ УРАЩИЦКИМ РАЙОНІ ТЕМПЫ ЖНЕВА ДОБРЫЕ. ТЫ, КТО ФІНИШАВАУ, ДА ПАМАГАЮТ СУСЕДЯМ. ДВЮЖАЩАСЯ К КАНЦУ УБОРОЧНАЯ ПРУСТА НАПРОСТА НАС ПОДСТЕГЮТ ОТОМ ПЛАНІ, ЧТО ОЖИДАЕЦЄ ВСЁ ТАКІ ДОЖДЮ, И ТОТ ХЛЕБ, КОТОРЫЙ НА СЕГОДНЯ СТОЇТ НА ПОЛЯХ, НУЖНЕ УБРАТЬ, ЧТОБЫ ЕГО НЕ ПРЫЗВОДІТЬ ДОРАБОТКУ. ДОПРАЦОВКА ОЗНАЧАЕ ДОДАТКОВУЮ СУШКУ, А ГЭТА ВЫДАТКІ, ЯКІХ ПРЫ ТАКІМ НАДВОРІ МОЖНА ПАЗБЕГНУЦЬ. СЭКОНОМІТЬ ЗА КОШТ ВЫСОКИХ ТЕМПОУ ЗАДАЧА ЦАЛКОМ РЕАЛЬНАЯ. ЖНЕВО У ТЁМНЫЙ ЧАС СУТАК МАЕ СВАЕ АСАБЛІВАСТІ. ВОПАТНЫЕ КАМБАЙНЕРЫ ВЕДУЮТ, ЧТО НЕ ГЛЯДЮЩА НА НИЗКУЮ Х КАМБАЙНЕРЫЮЦА И ПРЫХОДІЦА ИХ ОСТАНАВЛЮЦА, ПРОДУВАТЬ ПРЫХОДІЦА. А НОЧЮ, КАНЕШНО, ЛУЧШЕ КАМБАЙНОМ УБИРАЦЬ. ВОЗДУХ СВЕЖИЙ, ПАГОДА ПАЗВАЛЯЕТ. ПАЭТАМУ СТАРАЕМСЯ И НОЧЮ УБИРАЦЬ. ХЛЕБ СПАЛЁ У КРАИНЫ УБИРАЮЦ БОЛЬШЬ ЯК ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ КАМБАЙНОВ. ЧАКАЯЦ� УРАДЖАЙ ЗЕРНЯВЫХ У ГЭТЫМ ГОДДЕ СКЛАДІЯ МАЛЬ 8 МИЛЬОНУ ВОСЯМСОТ ТЫСЯЧ ШТОН. МАКСИМ САВИН, ТЕЛЕ РАДЕО КАМПАНИЯ ГОМЕЛЬ ПРЫПАТРЫМЦА АГЕНСТВА ТЕЛЕ НАВИН ЗРАЧЦКАГА РАЙОНА. ПАЛЯПШЕННЯ УМОДЛЯ ЗАНЯЦСЯ СПОРТАМ ЯК ФАКТОР ПАВЫШЕННЯ ФИЗИЧНОЙ И ПРОФЕСІЙНЫЙ ПАДРЫХТОЛКИ. С� ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНЫЙ ПАДРЫХТОЛКИ И СЛУЖБОВО-ПРЫКЛАДНЫХ ВИДАУ СПОРТУ НАЛЕЖИТ ДЕПАРТАМЕНТУ АХОВЫ И ЦАЛКАМ БЫЛ ПАБУДОВАНЫ ЗА СРОДКИ ВЕДОМСТВА. САМАЯ АКТЫВНАЯ ФАЗА БУДОВНИСТВА ПРЫШЛАСЯ НА 2014-2015 ГОДЫ. ВОДУ КСПЛАТАЦЦЮ НОВАГА СПОРТЫВНЫГА АБЪЕКТА ДЛЯ МИЛИЦИОНЕРОВ ГОМЕЛЬ ДОЛГОЧАКАННЫЕ ПАДЪЕ. ПО-ПЕРШЕ, ГЭТА ДАЗВОЛИТЬ НАРОШИВАТЬ СПОРТЫВНЫЙ ПОТЕНЦИЯЛ РАБОТНИКАВ. ПО-ДРУГОЕ, ЗАЭКОНОМИТЬ СРОДКИ. БОЛЕЙ НЕ ПРЫДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ОРЕНДУ СПОРТЫВНЫХ ЗАЛОВ И ПОМЕШКАННЯВ. Я вам открою маленькую тайну, что в период строительства этого комплекса неоднократно посещал этот объект. Почему? Потому что данный объект являлся довольно серьезным объектом инфраструктуры. Современность соответствует требованиям 21 века. И то, что в этом комплексе будут заниматься не только сотрудники, но и ученики профильных классов правопорядка, дети, проживающие в ближайшем микрорайоне, те дети, которые относятся к семьям милиционеров, работников силовых структур. Это тоже, наверное, показатель современности этого здания. И те гости, которые находились на сегодняшнем празднике, вы видели счастливые лица этих детей. Наверное, вот это главный ответ на вопрос. Современен ли он? Сирот гоноровых гостей, кировництво Департамента Аховы, Министерство внутренних справ, представники местовой улады и гомельской епархии, работники правооховных ведомств в Гомельщине. Объем проведенных работ и выники ураживают. На базе спорткомплекса маются борцовские тренажерные залы, профессиональные залы для гульнявых видов спорта, кабинеты для тренеров и супрацовников, историко-демонстрационные помешкания. Пропускная махчимостью тыдень 800 человек. Очень долго строили, но это необходимо. У нас в неделю будут здесь заниматься порядка только 750 человек наших сотрудников. Кроме этого, здесь будет функционировать секция «Юный динамовец», дети профильных классов, семьи сотрудников. Ну и перспективы будем рассматривать вопрос каких-то услуг для населения на платной основе. Плануется, что Центр профессиональной подрыхтовки и службово-прикладных видов спорта будет выкорастовываться не только супрацовниками департамента, а и представниками других правооховных ведомств. Планы амбициозные – до выхования чемпионов и новых зорок Олимпийского небосхилу. И, как говорят эксперты, задача целиком реальная. Все этому сприяет и досвеченный тренерский состав, и комфортные умовы для занятков спортом. Александр Гамоля, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». На Гомельщине обвешен открытый конкурс патриотичной фотографии. Дарычу принять эту делу им могут не только жихары Беларуси, а и других краин. Сироды организаторов конкурса под названием «Яга на Руся, что я с Беларуси» – Головное управление идеологичной работы, культуры по справах молодцы Гомельского облывы Конкама, областный комитет БРСМ и Палац культуры Белецки. Термин проведения с 10-го жнивня до 15-го вересня. Сгодно с умовами конкурсу, досланные фотоздымки повинны утримливать элементы атрибуты ки национальной беларусской культуры, а так само для устроваць национальный колорит краины. Представить работы можно, будя у буйных социальных сетках. Пераможцы и призеры смогут принять удел у профессийной фотосессии с наступным размещением фотоздымков на билбордах на территории Гомельской области. Обрача того плануется подрыхтовать специальное друкованное выдание. Если мы найдем партнеров, найдем спонсоров, а я думаю, что такие люди найдутся, которые согласятся поучаствовать в таком проекте, мы выпустим еще фотоальбом, который распространим и по сети публичных библиотек Гомельской области, которые будут присутствовать и в отделах идеологической работы нашей области, и в учреждениях культур, там, где конкретно воспитывается личность каждого человека. В Гомельском районе Калявески Старые Дятловичи протягивает свою працу экологичный лагерь доследчик. Его удельники, подлетки Зусей в области, яке захопляются биологией, удельничаются в предметных олимпиадах и международных конкурсах и навод пишутся доследчие работы. Продпочинок детей, яке выбрали полевый быт замест компьютера с интернетом. Наш наступный сюжет. Каждый из бригад занимается по своей программе. Наши научные консультанты составляют для ребят задания, инструкции по выполнению этих заданий. Во время лагеря каждый из бригад выходит на местность и занимается сбором полевого материала, для того, чтобы в будущем на основе этого материала можно было написать школьную исследовательскую работу и представлять ее на различных конкурсах. Узровень таких работ довольно высокий. Работы призеры областных олимпиад сопоставлены с курсовыми проектами студентов ВНУ. А перемога на республиканских споборницах равнозначно обороне диплома. Не выпадковое место знаходжения лагера. Это место много разнообразными типами ландшафтов, которые характерны для всего региона. Для умов жизни в палатках хлопцы и девушки привыкли худко. Дискомфорту не отчувают, а расписанный по минутам режим сумовать не дает. Даже интернет, как выяснилось, тут совсем не потребен. Уже есть друзья. Да, нам и так весело. Нам и так весело. Нам с времени просто нет, даже в телефон залезть. Ходим по болотам. Это очень весело. Да, приключений у нас много. В палатках жить очень весело. Вечером сидим возле костра. Будет что детям рассказать. Знаете, не то, что, ой, я сидела 16 лет за компьютером. А так, я ходила в турпоходы, в палатках жила, готовила на костре. Руслан Пролясковский, Вольга Вальшенко, Валерий Гапанько, Телерадио, компания Гомель. Сегодня стали вядомы все переможцы и призеры первенства региона по конным спорте сирот юниоров. На протягу четырех дней споборницы проходили у областных центра Олимпийского резерва по конным спорте у Гомеля. Юные конники, усягу больше, как 40 человек, выявляли мощнейших у таких дисциплинах, как конкур, выездка, так само трехборье. А пошния, уключая у себя манежную язду, конкур и полевые испыты «Тикросс». У апошний день у программе были выездка и заключны самовидовищные складаны элемент стрехборья – полевые испыты. Гэта соправдная проверка для спортсменов. Одразу бачны узровень подрыхтовки, а так само умение керовать живелой. Першинство Гомельской в области – свое особливое подведение выника у работы конно-спортивных школ и отделений за минулый в учебный год. А кроме того, гэта добрая макчимость оценить подрыхтованность гомельских спортсменов до республиканских споборництвов. Даречу, все фавориты подтвердили свой высокий класс. Кандидаты на участие в Олимпийских днях молодежи по конкуру на этих соревнованиях показали, что они вполне готовы для выступления на республиканских соревнованиях. Это наши спортсменки Лискацевич Настя, Елизавета Маршалова и Ольга Щуко. Они, выступая во всех видах программ по конкуру, были в призовых местах. Также порадовали воспитанники отделения выездки, тоже показали довольно высокий уровень подготовки. Новые регионы, информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернету по адресу www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершенный. У студии працювала Наталья Игнатенко. Усего доброго и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok